Доброе утро! Всем привет! Ой, ничего не дает делать. Все сама, все сама. Привет, Сашенька, привет. Что ты себе решила хвостик сделать? Что-то когда-то не пошло, помню, что-то сказать. У Саши волосы непослушные. Женьке проще делать. Томочка, полежать не так сама. Где твоя сережка? Так валяется где-то? Ну-ка дай папе. Мне надо было зуб удалить вчера. Том, пойдем? Сдаю папин чай. Прихлебываю. Настя говорит, иди. А она, да подожди ты! Папа, возьми, пожалуйста. Я вчера еще купила. Сегодня Настя. Мам, можно я, можно я. Их в садик в школу увезу. Давай, все, пойдемте. Женечке мы уже красоту налепили. Вон на хвостик. А Томми взяли? Да. А, ну все. Да, у меня в кармане. Ну все, все. Ну давайте, дочи, удачи. До встречи, милые. Ага. Ой, какие умницы, красавицы. Пошли. Пошли тоже. Куди? Чайки. Вчера мы проездили, картошку не варили. Ой, кастрюлю не помыли. Папочка, вот тут вот есть. Так, тап, свекла, там все. Слышишь? У меня на улице картошка есть. Я ее вечером не давал. А, ну, значит, только вечером сварить, да, на завтра. А, ну, я думаю, жарковато. Сначала, когда встаешь, вроде как холодно. А потом, потом прям жарко становится. Че-то все эти. Ой, сегодня тепло, сегодня как начну стираться. Все-все везде понавешаю. Ладно, пойдем завтра готовить. Знаешь, что, подождем. Укола, да, сегодня пятый. И все, и завтра уже будешь отдыхать один укол. Ну, как бы завтра отдыхать прям будешь. Потом через один. Бабка уже устала от этих уколов. Съездила Настя в магазин. Ты купила, Катан, посудину вторую? Бону уже поставила. Ой-ой, зачем только много? Половину вылей. Я очень люблю свою дочу. А, я очень люблю. Ладно. Пельмени это она не покупала, это она достала. Тесто купила. Я собиралась. А, грудки. Дочь, а положи отдельно, милая. Мы сейчас, я напополам поделю. Заморожен, Настя с собой возьмет. Очень удобно, да, когда вот так вот грудки. И на второе, и на первое. Так, никто и не ест. Е-мое. Ну, виноград Настя, похоже, таскает. Хотела сама сделать тесто на пиццу, но не буду. Мне вообще некогда, если честно. Игрушки надо разобрать все. Я тут все полы перемыла. Вот этот вот полос круглый наш старый положила. Его надо еще почистить. Ну, он чистый, но надо все равно. Ау. Ну, как будто. Пиццеринки или одну пиццу? Не, пиццеринки не хочу. Пиццеринки жирные какие-то. Просто пиццу? Да, да. Ну, это же на два раза можно разобрать. Конечно, конечно. Игрушки надо будет... Почему полос поселили? Жарко так. Ты че? Это сегодня жарко, завтра уже восемь только. Мам, не затри на брови, ты даже в глаза мне не смотришь, что вы сюда сходите. Давай, я не могу. В общем, приборкой занимаюсь. Полос надо сюда тоже положить. Не знаю, как его. Шторы хочу снять. В общем, столько я тут запланировала все. Не знаю, когда что делать будем. Ладно, потихоньку, потихоньку все сделается. Игрушки хочу все собрать. И в коробку от декора все положить. Достали они меня. Купили мы вот этот полос ни к селу, ни к городу. Не знаем, куда его теперь приспособить. Тут он маленький, там он большой. Красивый очень класс. Ну, тут он, да. Вот этот взяли. Я ему говорю, давай туда папка положим. Он, нет. Короче, мы с папкой решили, мы его порежем, вот сюда положим. Это у нас сцена, где дети постоянно песни поют. Вот они постоянно тут играют. И да, и это. Вот я Васе говорю, давай положим туда. Ну, отрежем, ладно. Он что-то... Наливаю вообще опасно. Да, да. Еще картошку надо куром поставить варить. Я там все пошкирала. Да, да, да. Все перестирываем. Пока на улице погода хорошая. Ладно. Буду что-нибудь делать. Настоящая повариха. Кулинар. Вся грязная. Вот Настинка делает пиццу. Помидоры немножко совсем. Сыр зато хороший, дорогой. Но он вкусный, его даже так можно есть. У нас который по 360, этот вот, и его прям есть невозможно, он кислый. А этот ничего, хороший. Хорошая штука, не прилипает детство вообще. Да? Да. Ну, мало у нас. Ну, классно. Две петли получатся. Ну, что ты делаешь? Сидишь руки, а вытираешь об штаны. Мам, вытираешь, потом даже не на руках. Ну, ты ходить два дня еще будешь, сегодня-завтра. Посуду еще, правда, не мыли. Надо, наверное, не забыть картошку кукуром сварить. Слух, что тонко есть будет. Ну, слух надо сварить обязательно. Погладила я шторину. И сейчас поглажу другую. Так вот у нас стоит детей. Вы знаете, меня часто ругают. Женщина одна писала. То ли Викторию зовут, то ли как. В общем, извините, не помню имя. Что книжки отсюда убрать, все убрать. Я вот думаю, на самом деле книжки я могла бы вот сюда, в горку поставить. Но я специально искала место, чтобы любой ребенок мог подойти, в любое время взять эти книжки и читать. Я сегодня половину на место поставила. Дети постоянно таскают. Кстати, наверное, в Настиной комнате до сих пор там лежат. Поэтому пусть они будут тут. Чтоб любое время, любой ребенок мог подойти, взять, рассматривать, что там укаешь. У тебя есть замедленная съемка. Да, у меня есть. А вообще только на айфонах укаешь. Ну, в общем, пусть все так будет. Вон, Димина мама пошла на работу. Марина. Она молодая, ей на 0,38, да? Меньше, 35. Даже меньше. Совсем молодая девушка, можно сказать. Вот так вот. Пусть все так и стоит. Надо там пыль, люку повытирать. Я вот думаю, я, наверное, вот эту тюль повешу у девчонок в комнате. В детской. Посмотрю. Посмотрю. Сейчас буду гладить. Ну, в общем, вот эти шторы я тоже повешу в детскую. Вот. А те все постираю и просто уберу. И сюда тоже другие. А те, которые были у нас, я их постираю и уберу до следующего года. И будет хорошо, на сменку очень даже удобно. Все стираются. Потому что погода прям как летняя. Настя, она вообще раздетая поехала. За детьми пиццу поставила, в духовку поехала. Еще надо ей успеть сегодня машину помыть. Пока тепло. О, какая грязная у Андрея. Успела и шторы немножко постирать. Сейчас вот это сниму и постираю другие шторы. Ну, которые темные. Че прячешься? Не бритый? Да. Белые я постирала тоже все. И все равно корзина еще почти полная. Сколько они стирают. Ой, дома жара. Градусов 20, наверное, сегодня, да? У нас в прошлом году в это время уже снег лежал. А нынче прям тепло. Хорошо. Все время столько дел, дел, дел. Сегодня думала, может быть, Настя, чтобы с ребятишками пошла, с собаками погуляла. Ничего не успеваем. Еще хотела паласу положить. Ну, в общем. Не уношу отсюда тазик, потому что буду белье собирать. Пусть стоит пока. Ой, какие носки грязные у ребенка. А что такое грязное, я не понимаю. Я тут глажу, тороплюсь. Вот там, ну, потом покажу. Получается, как серо. На самом деле, они зеленые шторы. Томочка, носки береги. А почему у нас носки такие грязные? Мама. Оу. Мам, я киндер. Соска сидела уже. Мама, это я отмываю. Ты отдала киндер детям? Нет, она у меня его попросила, я забыла. Ну, все, ребенок, без киндера. Ну, Том, давай я закончу все дела, мы с тобой съедим в магазин. Давай. Вот какая красивая сегодня Тома ходила. Покажи. Скажи всем привет-то. Привет. Прям какая красивая. Здесь Настя на пицце. Первая у нас сгорела, мы проследили. А вот вторая вообще замечательная получилась. Ну, мы-то уже почти доедаем. Настя, мы-то, картошку корм будет ставить варить. И заодно кушать надо варить. Купили мы котам еще одну дополнительную. То, что мы там суп, и все равно и сухой корм, молоко, в общем, вот так вот теперь будет у них. А то, ну, раз не знаешь, во что им воды налить. Они тогда ходят, вон там у нас в эту залазят. И там кипятят. Папа, подожди, не лжи, не что, стол грязный. Да, да. В общем, вот так вот у нас работа кипит. Хотела, чтобы Настя с детьми погуляла в лесу с собаками. Машину надо мыть. Ну, завтра же ничего не так холодно будет. Мам, завтра помыть машину. Ну. Ну, опять же, сейчас она пока посуду помыет, пока кушать сварит. Ясно. Нет, если я точно с ней не пойду, я, сука, людей, я вообще боюсь лезть. В смысле? Кого ты боишься? Люди пропадают. Ой, я не могу. Люди пропадают. Зашел и вышел, и тут же еще и забудет, не успеешь. Ладно, пошла. А что, раз где ты эта пошла? Что ты сказать собралась? Саша, что сказать-то? Да, курицу пополам, это грудку. Сама киндер съела. Никто не ел, я не купила киндер. Потом, сейчас его мой, приготовлю покушать, и мы с тобой съездим, давай. Да. Хорошо? Подожди маленько, Донь. Вот мама меня наругала, что детям, детям столько она была показывать. А где Сашина монетка? Какая? А, у меня в хране. Положила, чтоб... А че руки были заняты? На. Мы с Сашей поругались, она с нами не ездила, вообще сказала, что я ничего не куплю. Все равно купила, да? Дай пиццу. Пам, возьми свою бутылочку. Нет, все время... Мам, Настя, у меня тут чуть-чуть попало. Надо протстой там дырочки. Саша, смотри, она вот так открывается, тут Настя сделала дырочку, и мы будем давить и пить. Все разные вкусы. У Томочки Саши их разные, наверное, вкусы. Ну, Том, разувайся, давай я тебе проткну. Фу, я сварила сыр в носу. Сказала, кто захочет, сам себе подсолит. Ну, устала много солить. Мороженое, наверное, пока в морозилку уберите. Ты сейчас будешь есть мороженое? А? Я хочу попробовать вот эту штучку. Вот сейчас стало видно, какого цвета у нас шторы. И тюль. Все поменяла я. И тюль тут, и сами шторы. Ну, вот до весны теперь чистые будут эти шторы. Девчонки пишут, хотя домашнее задание, конечно, не задавали. Мы сделали. Да. Вот Сашенька пишет. Да, папа, я не знаю. Саду на комментарии отвечать. Пока еще даже не отвечала. Сейчас покажу с этой стороны. Ой, в этой комнате. Вот тут вот такие шторы. Правда, тюль та же. Не стала я то вешать. Так, тут надо еще укреплять. Тюль постирала, она моментом высохла. Вот, постирала тюль, погладила и повесила. А шторы тоже другие. Тут были сиреневые. Темноватые, мне кажется, идти лучше. По идее бы, конечно, надо бы на всю длину. Но Вася у меня не любит, когда на всю длину. Он как-то всегда коротко делает, вот так, чисто над окнами. Э, я с ним не спорю. Ладно, как есть, так и есть. Игрушки сложили, как попало. Даже не успела их разобрать. Меня прям достает разбирать их игрушки. Пусть так стоят. Вот такой суп у нас сегодня. Я уже говорила, что Настя будет варить суп сырный. Очень вкусный суп. Понравился, пап, да? Да. А картошку сварили куром, Настя? Сварили. Сварили. Настя такая говорит. Слава богу, пусть я завтра уезжаю. Достало меня это все. Но, конечно, дел дома немерено. Немерено. Я не знаю почему. А Настя говорит, это потому что ты такая, папка такой. Другие ничего не делают. Водка где-то? Почему тут водка? Спокойно люди все живут, не то, что мы. Ну, да. Эти паласы снимаем. Подбивать. Это надо все. Столько стирки. Вот надо было, по идее, еще белье. Ой, короче, нескончаемо дел. Еще хотела нам вот писал там один мужчина, Иван. Вот, типа, снимали бы вы челленджи, там, квесты, там, прогулки всевозможные. Я не знаю. У нас все время дел не проворот. Я не знаю, почему так. На квесты, на все эти... Квесты. Квесты? Квесты? Да. Время нужно. На все эти розыгрыши, на все эти челленджи нужно время. А у меня его просто-напросто нет. Мне вот в дом прибраться. И то часто пишут, у вас грязь, у вас бардак. С места на место все это перекладывается. Без конца полы мыть, пылесосить, пыль. Ой, ну, короче, я не жалуюсь. Но, не знаю. Конечно, я бы сама хотела. Даже Настя сегодня говорила. Я говорю, дочь, снять бы нам видео, насколько хорошо мама знает дочь. Ну, это нужны вопросы. Я говорю, сделай опрос в Инстаграм. А если... Ну, а когда у нас будет время? Завтра опять надо машину мыть, надо белье заносить. Чисто ничего не делать, снимать видео. Тогда, конечно, мы могли бы что-то там придумать. На прогулку пойти. Да? Так будем нет проводить? Когда? Завтра. Мам, ну ты такая интересная вообще. Согласна. У меня опять нет времени. Завтра баня. У тебя нет, у меня не будет времени. Всех детей перемыть. Ты сама пойдешь. Ну, ну все равно это все, это кушать, сварить, сумки собрать. Ну, а что они будем завтра водить? Ты думаешь, у нас кто-нибудь на вечер останется? Пиццу бы сидят. Ну, ладно. Еще в дорогу надо еду приготовить. В кафе зайдем, поедим. Я не буду ничего готовить. Мы что, блин, куда-то едем далеко? И прям охота и детям интересно сидеть, давиться этими бутербродами, что ли. Ну, мы можем поесть бутерброды. Я могу курицу запечь. А Томочка что будет? Она ж не может есть эти бутерброды эти. Саша тоже зубы, у Женьки зуб шатается. Я только из-за этого не хочу готовить ничего с собой в дорогу. Мне проще пойти детей покормить. Приготовить я могу. Ой, ничего готовить я не буду в дорогу. Зайдем в столовку да покормим. В тех же семь слонов или как там, съем слона. Нормально кормят и не сказать, что прям сильно дорого. Мам, смотри, какие мне Саша тогда я нарисовала. Ох, ничего себе. Красота какая. Ну, ладно, доченька, иди. Это мне Саша написала. Ага. Это красный. Сама она одевает. Ты даже носки красные одела. Ничего себе. Короче, Настя в отрубе лежит. Не привыкла так работать. И пиццу спекла. И суп приготовила. Да еще весь день туда считают, что бегали все. А мы каждый день, Настя, каждый день. Ну, я не хочу жить. У меня так не будет дома. А как у тебя будет? У меня не будет столько детей, много. Да будет, даже будет один ребенок. В школу увези, со школы привези, в больницу съезди. Мама, я не буду, как вы. Как? Постоянно что-то делать. Ты будешь лежать, да, весь день? Нет. А как? У меня будут уборщицы. Я тоже себе найму и буду видео снимать, придумывать челленджи. У меня будет клининг, и компания работает. Посмотрим. Мамка придет и будет драть. Мамка, наверное, будет проверять. Это да. И глаза накатывать. Я подальше выйду. Что говорят? Там в комментариях пишут. Что вы постоянно детям придираетесь? Ну, я, правда, я сама даже замечаю, что я постоянно. Тут уберите, тут это. Почему у тебя все валяется? Мама, я сегодня сидела хоть раз в этой комнате. Ну, вот, вот, видите. Я к тому, нет, я это, ладно. Но я к тому, что да, я всегда придираюсь. Ну, может, я не знаю. Такая я ненормальная. Цветочку не буду. Не буду. Цветочек повернула красиво, что встает. Ладно, отдыхай, доча. Тоже пойду 15 минут посижу. Донечка, я вам прочитала целую книжку. Ага. Да. А я яблоко не доела. Вот. Немножко порвалось, но таскают дети без конца. Читают, почти наизусть уже все знают. И мама им читает. Играли тут. Ладно, мам завтра уберет, да, с Настей? Ага. Ничего страшного, просто у нас времени уже нет. Надо ложиться спать. Доча, пойдемте, милая. Ничего страшного, что не прибрали. Зато столько рисовали, писали, резали. А это все уберется со временем. Давай, папа, дайте покажу, как я сегодня нарисовала. Ну, давай, давай. Женечка, дай-то яблочко. Томочка, Тома, айда спать. Тоже с книжкой ходит, папе читает. Тут Санечка нарисовала картину полностью. Стол, это торт, буквой В. А, Б, В нарисовала. А у меня В. Вот этот. И очень много они букв понаписали. Ну, это тут чуть-чуть Томочка. А вот это, у него носок порвался. Порвался носок? Понятно. Нет, не носок, а у него там, ну, желтенький. Ну, значит, носок порвался. Настя уехала к Алене на машине. А почему он без синей, значит? Давайте скажем всем до свидания. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока.